МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА — Система обращений с твердыми коммунальными отходами у нас планируется. Как это все скажется на жителях, к чему готовятся. А в первом часе мы приветствуем нашего гостя Григория Долгих, президента Федерации велосипедного спорта Кировской области. Григорий, добрый день. — Добрый день. — Да, надо сказать сразу, что вчера и сегодня идут рабочие группы в администрации города Кирова. По большому городскому общественному проекту «Киров меняется». Вот вчера было три встречи по проекту «30 скверов», «Малые реки Кирова», «Хлыновка» и «Люченко». И, господи, дай бог памяти, что же у нас было так много встреч. Сейчас вспомню, скажу. На сегодня точно будет встреча. Вот два часа, я знаю, Григорий, у вас в администрации по развитию велодвижения и велошколе, да? — Да, все верно. — Одновременно в это же время там будет проходить пленарное заседание общественной палаты, где министр, в том числе и спорта Григорий Барминов будет отчитываться перед общественной палатой, принимать предложения и прочее. У меня там как раз был вопрос по развитию велодвижения в Кировской области. И вот такой насыщенный велодень у нас сегодня. На сайте eho.kirova.ru в нашей группе ВКонтакте размещен опрос по велосипедам. Мысль о том, чтобы купить велосипед для продвижения по городу, вас посещала, не посещала, уже купили и уже ездите. Какие у нас результаты на данный момент? — Из 100 проголосовавших человек, получается 64, большинство голосует за то, что уже приобрел это средство передвижения, уже езжу. — То есть больше половины проголосовавших говорят, что приобрели велосипеды и ездят на этих велосипедах. Но мы в предварительной беседе сейчас до эфира с Григорием выяснили, что и велошкола получила отклик больше, чем ожидала. Сейчас, когда заявили, что вы начали работать, значительно больше, и даже это внесет коррективы в вашу работу. Но вот я оттолкнулась просто от мероприятия, которое велошкола уже в рамках работы с президентским грантом объявила 19 июня, в 19 часов у вас должна была быть тренировка кросс-кантри. И, Гриш, ты сказал, что зарегистрировалось 30 человек и приехало 50. — Да, все верно. — Была такая история. Но давайте начнем по порядку. Мы уже здесь рассказывали о том, что городская дума, администрация города приняла решение о передаче помещения на филейке под велошколу. — Это было еще в конце апреля этого года. — Мы подробно об этом все равно еще поговорим, какие там условия и как вы двигаетесь по этому проекту. Но сейчас мы все-таки давайте расскажем о том, что заложено в работу велошколы, что вы представляли по президентскому гранту и как сейчас идет процесс. — В рамках президентского гранта велошкола будет представлять собой комплекс мероприятий по популяризации велосипедного спорта в массах. То есть, в частности, должны быть созданы площадки на филейке, как раз в 2 часа будут встречаться по вопросу, скажем так, юридических моментов, как их правильно оформить, потому что пока такого опыта особо никого нет. — Давайте еще раз, значит, помещение на Подгорный. — Нет, давайте сразу разделим. То есть у нас есть фонд приездских грантов, это у нас на развитие социальной велосипедной инфраструктуры. А помещение, это все-таки у нас больше относится к федерации, к спортивному направлению. Хоть эти, скажем так, два понятия очень плотно друг друга интегрированы, мы все-таки разделяем, потому что фонд, он выделяет деньги именно на социальную среду, а, скажем так, в велосипедной секции это уже больше относится к Министерству спорта. — Да, но я хотела просто как раз сказать про площадки, по которым сегодня пойдет там вот речь. Это же все будет на филейке располагаться. — Да, да, да. — И это не в рамках фонда президентских грантов, это работа с администрацией. — Нет, именно площадки, они тут, скажем так, они строятся на средства фонда президентских грантов, и на них будут организовываться все вот эти уроки. — Вот, я и хотела сказать, я просто хотела к месту привязать, так вот, чтобы люди представили себе, что это у трамплина. — Это у трамплина. Там большая концентрация спортивных школ, в том числе велосипедные сейчас там будут находиться, и с помощью президентского гранта, и при помощи города будут организованы аутдо, такие на уличные площадки. Что из себя это будет представлять, каков проект? — Ну, то есть, в общем, это по сути у нас велопарк, то есть вся зона филейки, по крайней мере, в летний период точно это будет велопарк. То есть это будет, во-первых, одна большая сеть велосипедных дорожек, то есть именно не дорожек в точке зрения как асфальтовых дорожек, а именно как тропинок облагороженных, то есть там будут в нужных местах убраны корешки, выровнены где-то подсыпанные опилки, выкрашена трава, поставлены специальные указатели. — А покрытие, естественно, грунт, ничем засыпать не будет. — Да, ну там часть есть, конечно, асфальт, где-то кусочки остались, но в основном мы все-таки планируем это грунт. То есть это будет большой круг. Для чего это нужно? Чтобы любой житель города Кирова вместо того, чтобы кататься по, например, тоже Октябрьскому проспекту или по набережной, знал, что в районе Филейки есть такое место, которое приспособлено для велосипеда в любую погоду, что можно там приехать и замечательно покататься, то есть без пешеходов, потому что там немного гуляют людей, вот, скажем так, и тем более без машин. То есть преследуются две цели. Первое, скажем так, создать место, где можно кататься, и второе, убрать людей, катающихся по вечерам с улиц города. Потому что кататься по улицам города, во-первых, небезопасно, во-вторых, для здоровья это не очень полезно. — Не, ну они все равно будут кататься. — Естественно, да, но, по крайней мере, будут альтернативы кататься там или там. И вот мы людей спрашиваем, в принципе, при наличии такого места многие бы поехали на Филейку. Это не такое расстояние большое, чтобы покататься в хорошем месте. Вот. Но этот круг будет не только для любителей, то есть как бы этот основной круг, он будет любительский, от него уже, в принципе, сейчас ведутся работы, будут сделаны специальные ответвления, тоже с обозначениями, как в горнолыжных самых этих центрах, то есть там будут черные трассы, синие трассы, красные трассы, и на них будут ставить специальные таблички, какой уровень подготовки нужен для того, чтобы эту трассу проехать, что на некие препятствия находятся, ну, просто как для информации. Вот. И как раз на этом любительском круге и вот в этих ответвлениях мы будем проводить уроки по крус-кантри, то есть в рамках велошколы, а в следующем году уже в рамках велосипедной секции и велошколы. Ну, вот это касается крус-кантри. Потом, вторая такая знаковая площадка – это пам-трек. Мы про него уже неоднократно говорили, все могут посмотреть в интернете, куча есть роликов. Сейчас в Старгино в Москве построили офигенный пам-трек, потом буквально вот позавчера написали ребята, что 12 миллионов выделили в Питере для постройки такого уже, скажем так, парка. Вот. У нас цифры, конечно, скромнее на порядок, но тем не менее мы своими силами все-таки думаем, что сделаем не хуже, чем, например, в Казани построен недавно был. Пам-трек. Да, пам-трек. Ну, для слушателей это такая площадка с волнами либо из земли, либо из асфальта, либо из бетона. И человек, катаясь по ним, едет не за счет вращения педалей, а за счет, скажем так, раскачивания велосипеда массы тела. И на раскачивания пам-трек качать. Кататься можно на велосипеде, на роликах, ну, где-то можно даже на скейтах, зависимо от подкрытия. Это будет тут все тоже там же, как одна из площадок? Да, и вот эта площадка, как раз, возникает у нас пока непонимание, где мы, потому что мы-то понимаем, где мы хотим ее сделать, но администрация пока не понимает, как туда ее вписать, чтобы это было все законно, потому что в любом случае нужно соблюсти закон, чтобы это было где-то, чье-то, по чем-то введение. Чтобы кому-то принадлежало, чтобы кто-то за это отвечал. Просто надо понимать, что там вот эта земля окружающая, она разный статус имеет. Где-то там, да, придомовая территория, где-то муниципальная земля. Где-то там МУП, где-то с дюшер номер 3. То есть сейчас конкретно идет разговор об участке на территории дюшера номер 3. Детская и юношеская школы спортивной. Да, да, да. Она муниципалитет поднимается. Да, мы сегодня встречались в 8 утра, смотрели участок. То есть, в принципе, технически можно, дюшер не против. Но нужно, опять же, чтобы было понимание, каким образом это будет оформлено. А школа номер 3 спортивная, она какие виды спорта объединяет? Так, это лыжи, лыжи-роллеры, ледолазание, прыжки из трамплинов, лыжи. Может быть, что-то еще, не знаю. Вам в любом случае бы такую местность предусмотреть, которая максимально подходит, где, может быть, меньше физических каких-то вложений было? То есть изначально исходник был такой, чтобы... Нам еще удобно, чтобы человек вышел из нашего дальнейшего помещения, чтобы была шаговая доступность. Потому что у нас же планируются все-таки детские секции. Для того, чтобы ребенок вышел из помещения федерации, прошел там 100 метров и кричился уже на подобной площадке. Вот о детях поговорим после короткого перерыва. Григорий Долгих, президент Федерации велосипедного спорта Кировской области у нас в гостях. Мы говорим о развитии проекта «Велошкола» и обозначили уже в начале нашей программы, какие площадки сейчас в процессе разработки и благоустройства на филейке, где «Велошкола» откроет свои двери. Вот две площадки мы уже обозначили. Да, третья площадка, она небольшая, но она предназначена именно для совсем маленьких детей и тех, кто только-только начинает кататься на велосипеде. То есть такая учебная площадка. Базовая. Примерно какой возраст? Три года, когда дети начинают? Тут все зависит от конкретного человека. Кто-то начинает полтора года кататься, кто-то там еще только в пять лет. Поэтому тут нельзя так говорить, что она будет ограничена по возрасту. То есть там можно и на беговиле будет прокатиться. То есть эта площадка, на ней будут элементы для, скажем так, обучения базы науководения велосипеда. Повороты, какие-то там небольшие корешки оставим, где-то бренышко вкопаем дополнительно. Умение держать равновесие. Да, да, да. Что такое беговил? Беговил – это велосипед без педалей. А, так вот малыши сидят, значит, они на сиденье и ножками перебирают. Да, да. Потом еще одна площадка – это у нас будет реконструкция трасс по мини-даунхилу. Это уже такое экстремальное направление. Ну, вот как раз там, где у нас спорткомплекс «Северный», то есть чуть дальше от нас. То есть, по сути, вот эти площадки будут в течение этого лета до серии августа полностью построены, и мы на них будем организовывать бесплатные велосипедные занятия. То есть мы уже начали по «Кросс Кантри», потому что у нас часть инфраструктуры уже существует. Мы можем преподавать. Побеговил начнутся бесплатные занятия. Думаю, что ориентировочность в следующей неделе. Но мы все это в любом случае будем анонсировать дополнительно. Где? В группе ВКонтакте, в Федерации велосипедного спорта Кирской области через поисковик. Велошкола. Велошкола, естественно. И на нашем сайте федерации fv43.ru. Потом, после того, как пам-трек мы, скажем так, строим, тестируем, мы запускаем бесплатные уроки на нем. По Downhill будут бесплатные уроки. То есть все, что мы строим, это все будет в любом случае в свободном доступе. То есть любой желающий, скажем, может приехать со своим велосипедом и покататься. Бесплатные, потому что это президентский грант. Потому что это все в рамках фонда президентского гранта. Напомните сумму? 2 миллиона 800 с копейками. Ага, почти 3 миллиона рублей. Да. Ну, большая удача, собственно, да. Ну, да. И большая ответственность. И большая ответственность. Второе больше даже. Ну, потому что мы, скажем так, первый раз реализуем такой проект именно в рамках президентских грантов. Поэтому нам не все очень понятно до конца, как что работает. Ну, вот потихонечку втягиваемся. То есть деньги мы еще до сих пор не получили, потому что там ряд органов в свое время допустили ряд ошибок при нашей регистрации. Вот сейчас мы их поправляем. Я надеюсь, что сегодня нам Минюст выдаст уже поправленные документы. Мы идем в банк и где-то завтра, послезавтра нам поступают деньги. И мы начинаем уже их, скажем так, направлять на наши нужды. За все вы возьмете с Григорием одновременно или все-таки какая-то схема поэтапная есть? Ну, в целом, по реализации гранта у нас на каждое направление есть закрепленный свой человек. То есть один человек занимается пам-треком, один занимается доунхиллом, кросс-кантри, отдельно человек на беговиллу есть. У вас, кроме занятий, которые бесплатные будут, я имею в виду занятий практические, которые будут бесплатными по президентскому гранту, запланированы еще и лекции. И запланированные поездки по городу. Расскажите про это. Да. Ну, поездки по городу, это будет традиционно, как мы делали, как начиналась велошкола. То есть собирается группа людей, делится на, соответственно, там, зависимость количества участников, там, 5-10 человек в одной группе. На каждую группу либо один, либо два маршала. И мы сначала прорабатываем теорию ПДД, как правильно, безопасно ездить по городу. Потом отрабатываем, там, элементарные навыки, там, съезд с бордюра, с лесенки. Вот и после этого едем по заранее оговоренным маршрутам по городу. То есть задача научиться человека не бояться двигаться в потоке машин, но при этом соблюдать все меры предосторожности и правила дорожного движения. Мне просто нужно напомнить, как мы раньше ездили, то есть несколько лет назад, когда активно раскручивался, в том числе и при поддержке прессы, нашей поддержки, проект Велошколы, собирались на театральной площади. Это был выходной день обычный, вечернее время. И большое количество людей собиралось. И маршалы, это люди, которые возглавляют, собственно говоря, группу, они давали инструкции, и люди ездили по разным маршрутам в зависимости от того, что там кто выбирал, кто-то ездил в потоке машин, кто-то передвигался, учитывая там тротуарную сеть и дворы. Ну, все зависит от возраста было. Да, ну и подготовки, соответственно. Да, вообще по передвижению по городу, вот я в последнее время езжу не по дорогам стараюсь, а именно через дворовые территории. Получается замечательно. То есть ты не дышишь автомобильными газами, никому не мешаешься и приезжаешь гораздо быстрее, даже, чем двигаясь по дороге. А вот интересно, сейчас мы просто расскажем, что это все равно нужно сказать, когда там лекции начнутся, поездки, а как люди сейчас реагируют на велосипедистов, потому что всегда очень много там вопросов, кто главнее, там автомобиль, пешеход, велосипедист. Мне кажется, начинают потихоньку автомобилисты привыкать, то есть уже как-то объезжают тебя с запасом, то есть не как раньше на проезжают, чуть ли не задевая зеркало за руль, а уже объезжают с запасом, никто уже практически не сигналит. Но есть, конечно, одаренные некоторые личности, с ними отдельный разговор. А в основном, мне кажется, стало получше. А сами велосипедисты предпочитают ездить сейчас по проезжей части или все-таки по дороге? Также осталось 50 на 50. 50 на 50. Но велосипедисты тоже, к сожалению, пока не все идеально знают правила дорожного движения, культуру движения, и, к сожалению, приходится иногда видеть такой, не знаю, бред, который просто опасен для здоровья как и самого велосипедиста, так и его окружающих. Но тут уже на совести велосипедисты. Ты же сталкиваешься с этими ситуациями, когда велосипедист стремительно появляется откуда-то сбоку и переезжает в пешеходный переход. Я тебе честно скажу, что я уже не сталкиваюсь с такими ситуациями. Так вот и так реагирует на такие вещи. Я не сталкиваюсь уже с такими ситуациями, правда. Но я точно знаю по самой себе, что я уже напрочь забыла все правила передвижения на велосипеде по городу, в том числе и возраст, с которого можно двигаться... С 14 лет. С 14 лет не дали метра от края проезжей части и так далее. Ну, правила можно интерпретировать как в одну, так и в другую сторону. По факту велосипедист, у него сейчас свобода у нас в городе. То есть можно ехать по дороге, можно ехать по тротуарам, но надо, естественно, конечно, соблюдать определенные правила. То есть если кратко приближаться, то правильно сказать, что нужно двигаться в крайне правой полосе. Двигаться не более, чем по одному человеку в ряд, потому что если едут двое и беседуют, то, соответственно, занимает слишком большое пространство, это уже небезопасно. Вот. Соблюдаются все правила дорожного движения так и в автомобиле. Единственное, что в этом году разрешили, если не ошибаюсь, ездить у нас по встречной полосе по односторонним улицам, что, в принципе, так довольно-таки удобно. Ну, я видел новость просто от администрации города, надо будет еще дополнительно уточнить. — Ты знаешь об этом, Володя? — Во встречной полосе, в смысле, односторонней. — В смысле, против потока. — Да, против потока. — Вот если улица односторонняя, то велосипедист может ехать навстречу потоку. Ты знаешь что-нибудь об этом? — Может быть, попадалось. — Посмотришь, когда в трассе, может быть, 101. — Не припомню. — Это была новость просто от администрации города. Непосредственно надо будет дополнительно уточнить перед как раз вот такими нашими велопробегами небольшими. — 20 лекций и 8 поездок по городу когда стартуют? — Смотрите, это все будет старт где-то июль, возможно, середина июля. Лекции у нас будут продолжаться, скорее всего, до конца проекта, до декабря месяца, потому что это будет уже часть лекций перенесена в школы в рамках, скажем так, фонда, скажем так, деятельности фонда. И в то же время мы ведем сотрудничество с ГИБДД города Кирова, и у них есть такая программа «Безопасное колесо». То есть мы будем объединять «Безопасное колесо», наши лекции и небольшие там еще показательные выступления будем делать в школах. — То есть, возможно, сотрудники госавтоинспекции свои какие-то помещения будут предоставлять, да? — Посмотрим. — Раз уж холодное время года, скажем так. — Ну, может быть, у нас в холодное время года наше помещение все-таки уже будет функционировать. — На подгорное 18. — Да, потому что там как раз планируется большой зал, в котором и можно будет осуществлять такие лекции. — Гриша, а как со школами сотрудничества осуществляется вы сами? Или ГИБДД туда заходит, или школы могут подавать заявки, чтобы участвовать в этом проекте? — Ну, мы пока еще не отработали момент. То есть, пока предварительно у самих школ есть определенные классы по «Безопасному колесу», в сотрудничестве с ГИБДД. Вот в эти классы мы будем приходить. — То есть, где активно уже работают с ГИБДД, туда в первую очередь выходят? — Да, да. В том числе и «Безопасное колесо», и смотрим, как дети реагируют на наши базовые труки, которые мы показываем. И для них это, конечно, восторг, они хотят этому научиться. И наша задача для них создать место, где они смогут это делать. — А если вот кто-то из школы не в процессе сейчас, не в «Безопасном колесе», они могут как-то заявиться к вам? — Могут, даже без «Безопасного колеса». — Просто написать в «Федерацию велосипедного спорта» — Да, можно просто на почту написать свои контакты, мы дополнительно созвонимся, встретимся, обсудим план на осень, то есть сентябрь-октябрь, когда еще катаются на велосипедах. Потому что в течение лет там, скорее всего, не будет возможности просто это все делать из-за нагрузки. — Ну, я хотела бы обратить внимание на школу, на самом деле. Потому что, благо, благодаря в том числе и нашему проекту, я думаю, что в первую очередь нашему проекту «Велотур» и «Велошкола», сейчас мы видим велопарковки практически у каждой школы, да, и те, которые мы устанавливали, и свои. И я вижу, что велосипеды с весны появляются. Многие ребята едут в школу на велосипеде, в первую очередь им, конечно, нужно обратить внимание на занятия «Велошколь», потому что передвигаются по городу как раз. — Ну, прошлой зимой, по моим ощущениям, было просто огромное количество велосипедистов, которые на прикол не ставили велосипед. — Ну, так все правильно. С каждым годом велосипед становится все более и более внесезонным. Так, еще мы не проговорили пару моментов важных. То есть у нас будет дара и обратно в этом году, это в рамках фонда президентских грантов в конце июля. — Это есть вот тот самый велотуретический пробег, о котором вы говорите? — Да-да-да. — То есть просто мы взяли его под свое крыло для того, чтобы сделать его более качественно, более правильно. — А какие изменения будут? Я помню, что раньше это был такой клич в соцсетях, что вот, друзья, мы собираемся ехать до села, село, рай, да? То есть до рая и обратно, и там пару раз за лето собиралась компания и ехала. — Помните, где находится село? — Сейчас разделили просто на две группы. То есть первая группа — это, скажем так, профессионалы, они уже съездили, и вторая группа была для новичков организована. То есть посмотрим, может быть, если Денис согласится, может проведем третий раз. — Денис Репин. — Да. — И даже, может быть, три раза. Где Володя Рай находится у нас? — А где находится Григорий? Я вот пытаюсь тут гуглить, ничего пока не выдает мне. — Секретное место. — Секретное место. Или такое кодовое слово рай. — Я только видела в соцсетях, что уже отреставрировали надпись рай, но сейчас мы погуглим, поищем, где находится рай. — А, кстати, когда, Григорий, подавали заявку на президентский грант, примерное количество участников и людей, которые пройдет через этот проект, оно указывалось. Все равно же нужно представлять. — Там есть не примеры, там есть точные цифры, там порядка 1400 с чем-то человек. — Полторы тысячи человек. — Да. — Вот за этот сезон, соответственно. — То, кто должен пройти через нас обязательно. Ну, скорее всего, будет больше. — Скорее всего, будет больше. Вот еще есть… — Можно еще, пока не забыл, договорю. То есть у нас в рамках проекта еще будут специальные велопоказы. — Вот, я хотела про «Веловечера», да? Это вот «Веловечера» есть. — Это концепция, как у нас были «Вечера» фильмов на «Спаске», то же самое, только это будет именно под «Велотему». То есть будет показан ряд фильмов, то есть будет показан фильм про рай, как раз Денис его смонтирует для того, чтобы у нас популяризировать именно туристическое направление по городу. Потому что у нас очень много мест, куда на самом деле можно скататься. Вот, как сам по себе, так и, скажем так, в рамках каких-то вот таких небольших туров. вот, показаны будут фильмы мировые, то есть, ну, соответственно, с получением разрешения на их показ. Вот. Ну и, скажем так, будут еще дополнительные лекции. То есть, по сути, люди будут приходить. Это будет маленький фильм про нас, большой фильм про мир, вот, и какая-то еще дополнительная полезная информация. — «Веловечер» такой. Вы говорите, что на одной из популярных площадок Кирова уже определились с этим? — Спаская. — Именно там? — Да. — Где реализовывался проект «10 вечеров»? — Да. — Да, потому что очень удобно. — На пешеходной части. — Очень удобно с точки зрения расположения. — То есть, там можно повесить все-таки экран? — А что нельзя? — Там же сейчас открылись вот это вот музей шоколада, музей мороженого. — И что? А стенка-то есть другая. — Нет, нет. — На другой стороне, ну, да. — Музей, он находится в муниципальном видении, поэтому… — А, ну, то есть это будет улица Спаская? — Да, да. — У нас в рамках проекта мы закупаем огромное количество стульев, проектор и экран, соответственно. Поэтому у нас, собственно, все свое оборудование, плюс звуковое, опять же, будет в рамках гранта. — А надо сказать, что на Спаской мы поставили достаточное количество парковок. — Да, к сожалению, там погнули несколько штук. — Ну, тем не менее, там есть. — Кстати, между прочим, первомайское управление на Спаской погнуты велопарковки. Надо бы их привести в порядок. — Не только на Спаской, к сожалению. — Ну, согласна. — Идешь, смотришь. — Надо бы привести в порядок. — Ну, тем не менее, они за парковки, пускай даже несмотря на то, что они там погнуты, где-то там уже облезла краска, что-то еще, они запустили эту волну. То есть они создали прецедент о том, что нужно ставить парковки. И парковок, на самом деле, появляется все больше и больше уже без нашего участия. То есть люди сами понимают, что их нужно ставить. — Я даже вижу, открывается летний кафе и сразу появляется, например, парковка. Я вижу, что у детских поликлиник, у некоторых мы поставили, но вот все, которые сейчас ремонтируются, детские поликлиники, имеют парковки, причем еще и крытые появляются парковки. — Я замечаю, когда, например, магазины наши известные сетевые реконструируются, переделываются, то там, к счастью, руководство предусматривает уже элемент такой фасада, — Да, пускай они не идеальны с точки зрения концепции, как мы предлагали эти P-образные, но, тем не менее, они есть. — Да, они появляются. — Да, еще по поводу, скажем так, гранта, момент. Помимо вот этих бесплатных уроков, и нам обязательно нужно сейчас объяснить, как они будут организованы. — После перерыва объясним. — Да, да. У нас еще будет ряд таких соревнований-открытий. То есть 8 июля у нас состоится открытие по Cross Country на филейке. И естественные мероприятия, опять же, будут прописаны у нас в группе. Это будет открытие по Amtrak — небольшое соревнование, и открытие этот раз по Downhill — тоже небольшое соревнование. — Приезжаем сейчас на полторы минуты. — Продолжается программа «Дневной разворот». У нас в гостях Григорий Долгих, президент Федерации велосипедного спорта в Кировской области. Развитие велодвижения мы говорим в общем и целом. Можно я новость, которая сегодня в трассе вышла, в автомобильной программе. Накануне в Москве заработал так называемый «Велопатруль», наверное, читали, да? Это Центр организации дорожного движения столичный. Придумал такую штуку — цель «Велопатруля». Ну, это люди на велосипедах передвигаются. Цель — оказывать помощь пешеходам, велосипедистам, может, что сломалось, или автомобилистам, которые попали в мелкую аварию. У них всегда с собой есть бланки европротоколов. Они могут подъехать быстрее через пробки, рассказать показания. — Мы потихонечку двигаемся все-таки к велополиции. — У них есть всегда с собой огнетушитель, аптечка. — А это кто? — Запас питьевой воды. — Это «Велопатруль» кто? — Ну, они под крылом Центра организации дорожного движения. — Московская. — Мэрия Москвы. — Да, там точно не присутствует слово «волонтеры». — Да, но мне кажется, да. Им должны платить, по-моему, за эту вещь. — Ну, «Велопатруль» — это, значит, при мэрии Москвы. — У них связь с Центром есть, их координируют. Вот, можете отправиться туда-то, туда-то. — Мы тоже идем к такому. — Я надеюсь, что, да. — К конспективе. — Ну, давайте немножко про велодвижение в целом. То есть на велосипеде сейчас, например, с «Филейки» до территориальной площади доезжать гораздо быстрее на велосипеде, чем на автобусе 100%. И примерно соизмеримо, если нет пробок с автомобилем. Если пробки есть, то на велосипеде доезжаешь гораздо быстрее. — На минут 15. — Не потея. Да, 15-20 минут не напрягаясь. Причем часть по дороге, часть по татуару приходится ехать. Если ехать по какой-то выделенной полосе, вообще быстрее будешь на порядок было бы. — Давайте поговорим по… — Я просто подумала, а если бы существовала велодорожка по берегу Вятки, то можно доехать было куда хочешь. — Мы, кстати, велодорожку… у нас есть время? — Есть. — Да, мы просто недавно прокатили как раз велодорожку от набережной Нижней Грина до Дендеропарка. У нас получилось 17 километров из этого расстояния. Там, конечно, есть проблемные участки, но они все решаемые. У нас было всего лишь раз, два, три, около трех-четырех пересечений с дорогами, где есть автомобили, и практически не встречались пешеходы. То есть едешь, там шикарные виды, природа, чистый воздух, и нет автомобилей. И для того, чтобы реализовать этот проект, нужно просто минимальное усилие локальное. — Вот, кстати говоря, это решение, которое пока никак не учитывается в дорожной сети Кирова, хотя идут обсуждения, изменения транспортной инфраструктуры Кирова и прочее, пока велосипеды вообще никак не учитываются. Хотя берег Вятки — это соединение всех абсолютно районов Кирова. — Причем это получается очень быстро, самое главное, что быстрее, без пересечений с автомобильной дороги, ну, практически без, там несколько пересечений есть, но все это едешь не в потоке, а едешь по лесополосе. Давайте поговорим сейчас про сами уроки, как они будут организованы, чтобы наши слушатели могли понять, как это будет происходить. То есть мы запускаем буквально, не знаю, сегодня-завтра снова онлайн-регистрацию на велоруке и пока что просто по Cross Country. Все желающие будут внесены в один список и будут разделены на несколько подгрупп. То есть первая группа — это дети. Это ориентировочно пока с 8 до 14 лет. Группа для более маленьких у нас будет отдельно, чуть позже. Потом группа — новички. То есть это все, кто у нас, получается, с 14-15 до, там, ну, неважно просто иметь в виду навык владения велосипедом. То есть недавно купили велосипед, только начали кататься. Кто впервые садится за руль велосипеда вне зависимости от возраста. Да, но уже что-то немножко умеет, но хочет поднять свой навык повыше. Вот. И третья группа — это сворота как бы уже опытные, то есть те, кто катаются давно, но, как показывает практика, даже у опытных людей очень много ошибок. То есть это в посадке на велосипеде, в технике торможения, в технике поворотов. То есть это уроки, еще раз повторю, будут бесплатные. То есть могут записываться, в принципе, все любые желающие, только обязательное наличие — это шлем. Без шлема мы, к сожалению, пустить не можем, потому что все равно это норма безопасности. — Цена вопроса, Григорий, сейчас шлема более-менее такого хорошего? — Ну, полторы тысячи рублей. Это уже более-менее нормальный шлем. То есть 2,5 — это уже хороший шлем. Ну, в принципе, детские шлема, конечно, где-то и по 500 рублей продаются. Главное, чтобы шлем был. Это безопасность вашей головы. Голова у вас одна. То есть шлем нужен обязательно. — Можно шлем, который используется для скейтбордов? — Мотоциклетный? — Можно. Ну, просто если не жарко будет. Две шлема, они легкие, специально вентиллериумы для того, чтобы гола не пригревалась. Вот. Все записываются, соответственно, в один список. Мы их разделяем по таким группам и делим еще на подгруппы. То есть у нас для каждого человека, кто записался, будет проведено 4 велосипедных урока. На каждом уроке будет определенная тематика. В конце 4 уроков мы делаем небольшой подыток, как мини-соревнования, и в конце будем выдавать сертификат, что человек прошел у нас обучение в велошколе, что он знает, как это все работает. Ну, в любом случае, это, по сути, по большей части базовая информация, на основе которой человек дальше может сам самостоятельно тренироваться и развиваться. Ну, если он захочет двигаться дальше, он, пожалуйста, может прийти на велосипедную секцию в следующем году. — Требования к велосипеду для этих уроков? — Ну, желательно, чтобы это был все-таки горный велосипед с наличием двух тормозов на ручках, левый и правый. — То есть мой городской не подойдет? — Ну, скорее всего, просто будет не очень удобно. То есть у нас все-таки кросс-кантри. То есть это еда в опрещенной местности. Поэтому под эту езду больше подходит именно горный велосипед. Независимо от размера колес, будь то 24, 26, 27, 29, но это горный велосипед. Для тех, кто ездит на дорожных велосипедах, у нас будет велошкола непосредственно по дорогам, потому что по дорогам ездят на дорожных велосипедах. — Горный, правильно я поясняю? Это сейчас самый распространенный. — Кирове, да. — Мы уже это обсуждали много раз, потому что у нас нет пока возможности поездить на шоссейных велосипедах. Асфальт начал появляться только в этом году, как-то до тех улиц, где можно кататься на нем. Вот. Соответственно, у нас в каждой группе будет предварительно по 10 человек. Вот у нас есть пока три инструктора. То есть и я, плюс еще два ребят, кто будет осуществлять эту подготовку. То есть у нас те люди, кто зарегистрировался в этой голой форме, будут получать уведомления, когда у них будет первый урок. Почему так сделано? Потому что мы провели регистрацию, зарегистрировалось 30 человек, а приехало 50. Никакого же не прогонишь, в любом случае надо всем объяснить. В итоге мы там экспромт там все это организовали, но провели хорошо. Но чтобы этого не было в дальнейшем, то есть чтобы были уверены, что у нас приедет 10 человек, что мы с ними, с каждым конкретно можем проговорить, объяснить, посмотреть, показать. А если приезжает 30 человек на одного инструктора, то не каждый получит то, что он хочет в плане информации от инструктора. Вот. Мы отвели, например, первую группу, 4 урока, берем следующих 10 человек. Если кто-то отказывается или не может прийти, соответственно, мы снова из этого списка берем еще человека и эту группу ставим. Занятия проходят там, на Поднофилейке. Да, на Поднофилейке. Собираемся мы на Северный Небжер 15 корпус 2, там удобная площадка рядом с паркомплексом Северный. И оттуда уже едем в зависимости от того, что у нас за велоурок. Вот. Ну, то есть, ориентировочно у нас порядка, мы так-то вообще планировали гораздо меньше велоуроков по курсканты провести, но ввиду того, что получил такой отклик, проведем больше. Вчера мы собирались, разбирали как раз эту программу, методику тренировок, разбирались, кто у нас будет, какие группы вести. То есть, ориентировочно в течение двух недель через нас будет проходить порядка 60 человек. То есть, в месяц 120 человек сможет через нас пройти, получить этот сертификат и, собственно, получить базовые, элементарные навыки владения велосипедом. Ну, кто-то сможет свои уже базовые навыки подтянуть повыше. А кто-то уже что-то умеет, какие-то тонкости ему дадим. Еще раз, даты напомним. Даты? Сегодня-завтра выпускаем. Регистрация открывается. Да, регистрацию запустим. Да, я думаю, что ориентировочно. На сайте Федерации велосипедного спорта, да, можно в контакте. В контакте. Да, в контакте. В основном все общение через контакт, потому что практически у всех есть. И на сайте будет дублироваться информация. Точную дату тренировки время говорить не буду, чтобы не было, как в прошлый раз. А то приветствует тот человек, а куда девать? Понятно. Только для зарегистрировавшихся. Мы должны еще поговорить о том, вот это все касается горожан, кировчан. Какие планы у Федерации и у велошколы на регион? Ну, у велошколы, непосредственно как у велошколы, пока планов никаких нет на регионы. А вот у велосекции, у Федерации планы есть. То есть, мы должны в этом году найти спонсора. Предварительные переговоры проведены. Спонсор, как бы, согласился, но мы сейчас делаем презентацию, потому что у нас, собственно, графического редактора нет, а денег на хороший проект, это порядка 100 тысяч рублей, у нас их тоже нет. Соответственно, мы пытаемся своими силами где-то что-то найти, сделать хорошую презентацию, бизнес-план. А зачем? Спонсор-то уже согласился. Нет. Ну, я не буду говорить, кто это и на каких основаниях мы с ним сотрудничаем. Дальше пока коммерческая тайна небольшая. Вот. Поэтому мы пока просто делаем хорошую презентацию, потому что спонсор, ну, а вдруг, кажется, нам же нужно будет еще другим презентовать эти моменты. То есть, что мы предлагаем спонсору? То есть, спонсор получает не просто какое-то разное мероприятие, он получает именно команду. То есть, мы ремонтируем помещение. Трассы у нас уже будут построены. В следующем году мы начинаем цикл подготовки спортсменов. То есть, цикл подготовки спортсменов до выхода там кандидат мастера спорта, либо даже выше, это всего примерно 2-3 года. Вот. Помещение взято в аренду на 10 лет. Ну, безвозмездное пользование. Соответственно, через 3 года мы уже сформируем команду, которая будет показывать очень хороший уровень на чемпионатах России, там, возможно, ПФО и все остальное. Но мы уже показываем хорошие результаты на ПФО. Это чуть позже, если времени хватит, расскажу. Вот. То есть, получает такая брендированная команда, которая будет ездить по всей России и рекламировать нашего спонсора. В общем, символика будет присутствовать. Да. В течение как минимум 10 лет. То есть, человек, вложивший там вот эти 6 миллионов на ремонт, он, во-первых, получит деньги эти частично обратно за счет коммерческих секций, во-вторых, он получит вот такую мощную рекламу. То есть, нужно ремонтировать. Там помещение настолько требует ремонта? Ну, конечно, проще было бы снести и построить новое, но… Что и 6 миллионов не хватит. Нет, 6 хватит. Там, на самом деле, можно кое-какие сэкономить, потому что, например, можно не делать за миллион 700 фасад, а сделать его просто… Что же, изначально о 8 миллионах речь шла? Изначально вообще говорили, что миллионов 20 надо, чтобы привести его в порядок. СМУ сделали смету. Теперь уже минимально. Да, СМУ сделали смету. Там было 5 миллионов 900. Но из них часть – это миллион 700 фасад. Фасад можно сделать гораздо бюджетнее. То есть, просто его оштукатурить и, соответственно, там вписаться в сумму как минимум в два раза меньше. То есть, вот сейчас мы говорим, что если есть заинтересованные спонсоры, которые хотят получить велосипедную команду на 10 лет от нашего региона… С компенсацией вложений. Естественно. Да, да, да. То, пожалуйста, в Федерацию велосипедного спорта можете обращаться. И вот у нас остается буквально, на самом деле, 3 минуты. Мы должны сказать про велосипедные секции для тех, кто… Вот мы про Лимбез много сказали, про социальные направления развития. Про велосекции. Что они себе будут представлять? То есть, велосекции – это будут секции по направлениям непосредственно уже велосипедного спорта, именно как спорта. То есть, это велосипедный спорт шоссе. Потому что у нас дюшер номер 3. Там лоджерольная трасса. Ее можно, скажем так… Использовать. Использовать, да, для тренировки детей до 14 лет. Это, по сути, уникальный объект именно для тренировки детей по шоссе. Потому что дети на шоссе до 14 лет выезжать вообще нельзя категорически. Вот. Потом за счет рельефа там это секции кросс-кантри по этим же трассам, которые будут построены. Ну, кросс-кантри, я уже говорил, это езда, попрещенные местности там на время. Вот. Потом памп-трек секция будет. Секция по мини-даунхилтере эндуро – это экстремальное направление горного велосипеда. И там еще дополнительно будет у нас действовать беговел и секция туризма. – Это со следующего года? – Со следующего года. В том случае, если мы в течение этой зимы помещение приводим в порядок, потому что там уже много чего переделать. – Ну, вам срок поставлен до 1 апреля, до следующего – До 1 апреля. Не то, чтобы все отремонтировать, а что-то отремонтировать. – Ага. То есть какие-то хоть результаты, видимо, и были. – Да, да. Вот. По поводу результатов. То есть из последних наших достижений в федерации, конкретно нашего тренера Максима Васильева и его ученика Никиты Шульченко, они на ПФО заняли четвертое место по мужчинам. То есть это очень серьезный результат, с учетом того, что у нас тут это как-то наш, по сути, первый опыт такого плана. – Возраст парня? – 18 лет. – 18. – Да, то есть у него все впереди. Проблема в чем? В том, что нам нужно сегодня вечером выезжать на чемпионат России, по идее везти Максима и Никиту, но везти не на чем. То есть готовы платить бензин, дать денег на командировочные, но нам нужен автомобиль и, соответственно, кто нас повезет. – А куда ехать-то? – Курск, полторы тысячи километров, туда-обратно, то есть выезд сегодня вечером, либо завтра с утра, обратно 1-го числа. – Так, автомобиль какой требуется? – Ну, в автомобиль должно выйти два велосипеда, велосипедный станок и два человека. – Как это? – Есть велокрепление на крышу собственное, просто у нас у Максима, к сожалению, машина сломалась, то есть он за свой счет. Если кто-то готов свозить будущих чемпионов России по велоспорту в Курск, сегодня вечером, завтра утром, есть машина, и готов человек в это впрячься, пожалуйста… – Напишите лично мне вконтакте, либо позвоните. – А прямых поездов у нас… – На поезде не вариант, потому что надо везти с собой велосипеды, станки и оборудование, то есть это же не просто чек и велосипед, было просто. А это едет все-таки уже небольшая, но команда. – Мы продолжим рассказ о жизни велошколы. В следующих наших эфирах благодарим Григория Долгих, президента Федерации велосипедного спорта Кировской области. Первый час дневного разворота завершен, сейчас новости, тематические программы и рекламы. Мы вернемся с Владимиром в начале следующего часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова